Я Евгений Петриченко, руководитель мобильного отделения, мобильного направления нашей компании и традиционно я буду рассказывать про нашу платформу Bitrix Mobile, про наши новшества, наши неудачи, успехи, прорывы, ну и в принципе про технологию мобильную, в принципе про какие-то мобильные новости. Итак, начнем. Для начала, наверное, кто-нибудь делал вообще приложение на нашей платформе? Можете поднять руки? Отлично, значит кто-то есть. Кто-нибудь полностью недовольный нашей платформой есть? Полностью, абсолютно. Есть, да? Хорошо, я понял. Но это уже радует. В общем, ну я так понимаю, что есть люди, значит примерное понимание, как все это работает, что это гибридное приложение. Вообще кто-нибудь понимает, что такое гибридное приложение? Поднимите руки. Ну это уже хорошо. Значит мне в принципе можно так коротенечко пройтись по этому слайду. В общем гибридное приложение это, так сказать, опять же гибрид нативного приложения полностью написано там допустим на Objective-C или на Java с вебом. То есть это фактически компонент браузера, в котором вы как веб-разработчик можете все что угодно делать. То есть там интерфейс, там верстать, CSS, HTML, HTML5, JS. То есть все, что вы умеете делать, вы можете все это сделать и у вас в приложении все это будет работать. Как я уже сказал, все это выполняется в компонентах браузера системы Android или iOS. Ваше приложение является кросс-платформен, потому что пишется в браузере. И вы, так как это гибридная технология, вы имеете доступ ко всем функциям телефона. Ну или которым, допустим, наша технология вам дает доступ. Это там камера, GPS, какие-то нативные контроллеры, которые очень похожи на системные компоненты. И вам не нужно ничего знать, кроме JavaScript, технологий серверных, PHP и так далее и тому подобное. Так работает наша технология Bittrex Mobile. Это, в принципе, гибридное приложение. И я дальше хочу рассказать про то, как вообще, в принципе, гибридные приложения существуют на рынке, в принципе, приложения. И что для этого делают вендоры операционных систем. Google, Apple. В общем, по платформе. Сам JavaScript, как известно, очень популярный язык, который шагает по планете. И он внедряется уже практически везде. И в мобильных платформах он становится практически нативным. В той же платформе Windows Phone, которую, к сожалению, мы не поддерживаем из-за того, что у нее очень маленький процент, JavaScript является нативным. И там компания Microsoft сделала практически все для того, чтобы гибридные приложения существовали, работали, ну и были не хуже нативных в принципе. Ну и если там JavaScript нативный, то, собственно, это нативное приложение. Мобильная разработка на JavaScript в силу того, что это тренд, в принципе, потому что компании Google и Apple, они все-таки делают шаги на встречу разработчикам, таким, как мы, веб-разработчикам, чтобы мы могли делать какие-то приложения. И усовершенствуют свои браузеры, внедряя новые фичи, технологии, поддержки HTML5, стандартов, ну и даже черновиков каких-то. Ну и в этом году будет небольшое смещение, я сейчас расскажу, почему, немножко от разработки нативных приложений на гибридные приложения, кроссплатформенные. Для начала, что сделала для нас компания Apple в своей операционной системе iOS? Первый – это компонент WebKit WebView. Вам это ни о чем не говорит, а мне говорит это о многом. Это значит, что у нас будет абсолютно современный браузер, который даст вам очень много возможностей, впоследствии мы вам их дадим. Это, во-первых, первое – это JIT-компиляция. Ее раньше не было в iOS, по крайней мере, во внутреннем браузере. Она была только в Safari, в родном браузере. Теперь приложения будут работать на 20% быстрее. То есть гибридные приложения 20% быстрее работают, значит и приложение, собранное на Bittrex Mobile, точно так же ускорится на 20%. Здесь я не приводил статистику в принципе ускорения JavaScript и так далее, но по разным метрикам в iOS 8 там и 300% фигурирует ускорение, и 400%. Ну, в общем, разный. Ну, это плюс. Товарищи из компании Google тоже нас порадовали. Хотелось бы узнать, сколько устройств Android на Android. Поднимите руки, пожалуйста. Как я и думал, в принципе. Вот. Android в плане гибридных приложений, он очень долго отставал, так как у него очень сильная фрагментация, но последний год и в этот год компания Google нас порадовала, и она точно так же внедрила в свою платформу новый компонент браузера, который основан на Chrome. То есть у вас будет абсолютно все работать, что работает в основном Chrome, то есть все технологии WebRTC, WebAudio, WebGL и так далее и тому подобное. Все это будет работать. Обновление безопасности. И этот браузер, это самое большое обновление со времен 2.3, где браузер был просто никакой. Ну, собственно, он и сейчас остается на версиях, по-моему, до 4.1. И самое главное, с пятой версии платформы, Android, браузер становится отдельным компонентом системы Android. То есть если у вас, допустим, Samsung или у вас HTC, или какой-то другой телефон, и там модифицированный Android пятой версии, браузер у вас в любом случае будет обновляться, потому что обновления будут доставляться компании Google. Соответственно, все приложения гибридные и на Bittrex Mobile точно так же будут обновляться без нашего и вашего участия компании Google. То есть, соответственно, производительность, какие-то багфиксы по безопасности и так далее и тому подобное, все это будет доставляться самой компании Google. Ну, я считаю, что это большой прорыв. Хочется узнать, что я говорю сейчас о последних версиях Android и статистика, насколько много, так сказать, версий Android последних у пользователей. Это статистика за последний год. График. Серая линия. Это Android 4.4, где, в принципе, этот браузер Chrome появился в наших приложениях. Все эти последние технологии. И, соответственно, примерно, ну, это статистика одного из наших приложений. Буквально за год скачок произошло там 2000 установок. Стало там 25-23 тысячи установок. А такие популярные системы, как 4.1 и 4.2, в принципе, остались на месте, а то и вообще, в принципе, пошли в минус. И сейчас практически 4.4 составляет в бизнес-секторе где-то 50% вместе с Android 5. Android 5 тоже очень быстро развивается. Вот. Это общие такие новости по платформам. Непосредственно по нашей технологии Bitrix Mobile, что мы на сегодняшний день имеем или почти имеем, но еще не выкатили пользователям в обновлениях. Новая обновленная API, я о нем скажу, и новая JS-библиотека. Все, кто программировал под нашу платформу, помнят этот объект App, из которого все это делается. Сейчас все это деприкейтед, все это уже не актуально, и будет все по-другому, и будет лучше. Мы отрезаем поддержку, к сожалению, операционных систем iOS 5.0, 5.1 и 6.0. И Android 2.3 до третьей версии. Ну, потому что поддержка этих старых систем просто держит, в общем, тормозит в принципе. То есть развитие самой платформы приходится поддерживать, много времени на это тратить, сохранять обратную совместимость. Ну и процент, в принципе, позволяет от этого отказаться. Мы очень долго хотели от этого отказаться, но не могли из-за процента высокого. Сейчас нам это, в принципе, должно удастся. Теперь у нас основа нашей платформы – это Cordova 3.0. Это такой же фреймворк для гибридных приложений. Мы его обновили. С этим обновлением у нас обновление безопасности. Google теперь перестал наши приложения помечать как небезопасными. Теперь они являются безопасными с версией Cordova 3.6.3. И я об этом расскажу еще. У нас появились новые элементы интерфейса нативные, новые возможности дизайнера мобильных приложений и, естественно, исправление всяких критических ошибок. Начнем с внутренних изменений. Внутренние изменения платформы, как я сказал, мы изменили Cordova 3.0. Ну, в принципе, никому это ни о чем не скажет. Только люди, которые, в принципе, в эту сторону копали, занимались. Теперь наше приложение поддерживает архитектуру 64-бит. Это требования компании Apple с 1 февраля. Ну и плюс, как я уже сказал, закрытые уязвимости, которые требовал закрыть Google. Это изменения в ядра. Новая JS-библиотека. Я схематично попытался изобразить, как это все выглядит. Теперь у нас разные, так сказать, элементы страниц и разные задачи, в общем, выполняют разные объекты. Ну, я примерно описал, как это будет происходить. У нас сейчас готовится интерактивная документация по всему этому делу в формате описания объекта, примеры вызова, куча параметров и видео на всех платформах, результат работы кода. То есть вы, в принципе, посмотрите все, что угодно, все, что может делать наша платформа. Отдельно вот объект страницы, вот все это, видите, это очень много там функций. Сейчас в рамках презентации все это рассказать невозможно. В интерактивной документации все это будет. И я думаю, что это будет очень наглядно. Новые нативные элементы, активные заголовки. Кто пользуется приложением Bittrex 24 и на Android, и на iOS, вы, наверное, последнее обновление видели. То есть там двойной слайдер, там чат сбоку. Активные заголовки, на которые можно нажимать, выпадает меню и так далее и тому подобное. Такой элемент ActionSheet. Это элемент интерфейса, я его еще покажу. Ну и новые возможности написания текста. панели. Это также я покажу на следующих слайдах. Активные заголовки. Пример кода. Все делается очень просто. Активный заголовок – это в принципе заголовок вашего NavigationBar. Что он умеет делать теперь? Теперь через наши JS API вы сможете добавить текст, сможете добавить детальный текст, картинку и еще и обработчик JavaScript. То есть нажав на заголовок и сможете что-нибудь сделать. Ну и это пример на обеих платформах, на Android и на iOS. Вот вы видите картинка, заголовок, на него можно нажать и в принципе выпадает нативное меню. Это первое новшество, скажем так, такое значительное. Элемент ActionSheet. Его, наверное, все видели в платформе iOS. Мы его перенесли, портировали и на Android. Это дополнительный элемент, как меню. Ну такой интерфейсный. Вы сможете вместить свои какие-то действия на странице. Вот именно в этот элемент. На примере я просто вот здесь показываю, что вот этот вот закрыть, очень нравится, не нравится. Это кнопочки такие. Это на iOS стандартный элемент. На Android мы его интегрировали, чтобы, в общем, расширить возможности интерфейса, куда можно, в общем, положить свои какие-то действия или что-то в этом роде. Двойной слайдер. Раньше у нас был одинарный слайдер. Он открывался только влево. Там традиционно находится меню, как вы видите. А теперь есть второй слайдер. Он находится справа. Вы туда можете засунуть все, что угодно. То есть это настройки, еще одно меню, какой-то профиль. Ну, в принципе, это аналогичное пространство, как и левое меню. Можете сделать все, что угодно. То есть это доступно сейчас в платформе и реализовано в Bittrex 24. Ну и новые возможности текстовой панели. Текстовая панель – это такой элемент интерфейса, нативный. Панель написания текста, например, комментарий в Bittrex 24. Почему мы его сделали изначально? Дело в том, что возможности браузера мобильного не позволяют корректно, статически держать внизу панельку, потому что она постоянно перекрывается чем-то. Например, какой-нибудь клавиатур или что-то в этом роде. И сверстать это нормально невозможно. Поэтому мы его ввели в платформу. И у него теперь новые возможности. Как вы видите, у него появилась кнопка плюсик. Дополнительные действия. На кнопку можно назначать картинку. И разные действия с этой панелью. То есть можно вставить текст, можно считать оттуда текст, можно установить туда фокус и так далее и тому подобное. Вот пример, как можно вызвать и воспользоваться этой панелью. Это я показываю пример, как можно назначить обработчики. На кнопочку плюс. Собственно, все это вы можете уже сейчас использовать в своих платформах, в своих приложениях. Ну и конструктор. Опять же вопрос, кто-нибудь конструктором пользовался? И приложение кто-нибудь пользовался с помощью него? Кто-нибудь? Один человек. Прикольно, да? Ясно. В общем, я так понимаю, просто у нас есть статистика. То есть когда мы собираем приложение, мы видим, что приложение с помощью конструктора собрано. Видим, что практически нет таких людей, которые собирают с помощью конструктора. Мы будем, в общем, продвигать его. Многие берут пример приложения из моего блога, потому что я вижу, что оно прям настроено, как я его когда-то настроил два года назад. Вот так люди, собственно, постят его. Конструктор дает полет вашей фантазии, просто неограниченные какие-то возможности. И я покажу, как это делается. У него появились новые возможности, я просто их покажу в мастер-классе. Да и, в принципе, хотелось бы напомнить, как разрабатывается приложение. То есть я хочу это максимально упростить сейчас в своем объяснении. То есть есть у вас сайт, он, естественно, на битриксе, или у вашего клиента есть сайт. Выглядит он примерно так. Вам нужно сделать из него мобильное приложение. Что вам нужно сделать? Вам нужно свистать меню под мобильный шаблон, какое-нибудь мобильное устройство, ну и стартовую страницу и все остальные. То есть он должен выглядеть примерно вот так. У вас есть меню, у вас есть стартовая страница. Когда вы все это сделали, вам нужно почитать документацию по нашей платформе. Покупать лицензию не нужно. Можно уже сразу начать разрабатывать и скачать приложение Bittrex Mobile для разработки и в App Store и в Google Play и почитать по документации, как, в принципе, начать это делать, разрабатывать. И в итоге, когда вы интегрируете, у вас получается вот такая вот картина. На самом деле шагов очень мало. И я опять же покажу, как все это делается. Далее вы покупаете лицензию только после этого. Оставляете заявку у нас на сайте. И мы собираем это приложение и сами постим его от вашего аккаунта в Google Play и App Store. И в течение года мы можем это делать столько раз, сколько вы нас об этом попросите. Мы собрали за год более сотни приложений. По назначению эти приложения совершенно разные. То есть мы встречали… Это только такой короткий список, что пришло в голову. Первое – это фитнес-тренеры, сервисы, заказ такси, записи к врачу, промоушн, сообщество и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, диапазон очень такой широкий. И хотелось бы сказать, о чем мы мечтаем, думаем, что хотим сделать в ближайших релизах в этом году. Я решил разделить планы на две части. Это конкретно мобильный Bittrex 24, потому что мы в основном все фичи, которые делаем, мы обкатываем именно на нем. И первое, где можно увидеть это все, это можно увидеть именно в мобильном Bittrex 24. Это нативная форма написания сообщений. Что вам нужно знать, просто станет удобнее намного. Работа с файлами из Bittrex диск, авторизация через социальные сети. Сейчас в мобильном приложении нельзя авторизоваться через социальные сети, в отличие от большого Bittrex 24, где вы это можете сделать. Ну и интеграция с телефонией Bittrex 24. Я имею в виду CRM, когда вы можете звонить по номерам, у вас все это будет фиксироваться на сервере, запись разговоров и так далее и тому подобное, как есть это в большой CRM. И конкретно по платформе для разработчиков, опять же, мы долго обещаем оффлайн режимы для приложений, но дело в том, что платформы развиваются и очень сильно изменяются. И все наши наработки порой, в общем, становятся неактуальны. Не буду вдаваться в подробности, но мы ищем решение, все-таки мы движемся к какому-то решению, которое позволит вашим приложениям запускаться в оффлайне и даже работать. Материал дизайн для Android. Сейчас я показывал вот эти ролики. У нас там уже есть подвижки в материал дизайн. Мы хотим сделать приложения на Android похожими именно на платформу Android, а не на iOS. Ну, поддержка 6.6+. Конечно же, публикация приложений прямо из административной части сайта. То есть вы создаете его с помощью дизайнера. Вы назначаете иконки, стартовые экраны, вбиваете ключ и нажимаете опубликовать. Больше никуда вам ходить не нужно будет. И вы прямо там можете переписываться с разработчиками и смотреть за статусами своей заявки. Это все в планах. Ну и новые параметры в конструкторе, дополнительные шаблоны приложений. Не красные шаблоны, какие-то там, допустим, приложения сообществ, интернет-магазин или приложения доставки. Ну и, как я уже говорил, интерактивная документация. Это все. Пожалуйста, вопросы. Ого, что-то все быстрее сегодня докладываются. Сейчас, секундочку, вот там вопрос. Можно два вопроса? Можно. Один маленький вопрос. Вот в версии Bittrex Expert есть такой веб-мессенджер. Вот будет что-то в Bittrex Mobile подобное? Веб-мессенджер? А что это такое, честно говоря, не знаю. А что за веб-мессенджер? Ну это чат, чат. А, в соцсети который? Да, да. Так, и? В аппе будет такой же компонент? Потому что то, что сделано в Bittrex 24, оно там сделано очень тонко и глубоко. И его использовать нельзя. Компонент имеется в виду, что можно было просто кинуть компонент. Я не понимаю, это с мобильной платформой вопрос или вообще в целом? Это вопрос с мобильной платформой. Ну то есть вы в своем приложении хотите иметь какой-то чат, я так понимаю, да? Чат в рамках ответной части на сайте в модуле соцсеть. Вот и на сайте могу в чат, и в приложении хочу в чат. Ну это вопрос, я понял, вопрос я понял, но честно говоря, к самой платформе это мало относится. Если мы только сделаем какое-то приложение, то есть у нас… Вопрос не совсем Жени, давайте попробуем другого Жени попросить ответ. Да, у нас есть другая Женя, которая как раз-таки чат в Bittrex 24 делала. Именно чем? То, что мы передали вопрос, ответить ему? Разочарован. Ответь. Ну вообще у нас есть технология push and pull, которая позволяет организовать мгновенные передачи данных. Собственно для чатов мы изначально и делали. То есть можно сделать такой компонент, а для этого не требуется API мобильного приложения. У нас нету мобильного приложения, которое для модуля соцсети. В принципе, я правильно понимаю, что то, что ты предлагаешь в Bittrex 24 использовать? У нас доступен. Социальная сеть для буса, правильно? Про это мы говорим? Социальная сеть для чего? Для управления сайтом. Да, да, да. Там есть чат. Там есть чат. И сделать компонент для просто чтобы мобильное приложение… Но здесь нужно делать вообще полноценное мобильное приложение. У нас нет такого сейчас проекта. Но вы в принципе можете его сделать. Но как в поставку мы такое не включаем. Вот так. Пожалуйста, вопросы еще. Да, хорошо. Секундочку, не нажимайте. Еще раз. Евгений, вопрос. Вы сказали, что будет документация. Когда она будет? В течение двух недель. Чудесно. Отлично. Все? Секундочку. Пожалуйста, вопрос. Вопрос, опять же, не по мобильному приложению, но если мы о веб-мессенджере заговорили, для интернет-магазина может что-то организовать подобное живо-сайт? То есть вот такого плана. Я, наверное, отвечу. Мы на последней стратегической сессии размышляли над этим вопросом. Формально у нас есть набор технологий. У нас есть мессенджер, звонки, видеозвонки, целый ряд других вещей. С одной стороны, технологически есть. С точки зрения клиентов, ну какой-то такой странный, не совсем понятный спрос. В принципе, такая возможность есть. Не в этом релизе, но, возможно, в следующих мы вернемся к обсуждению этого вопроса. Я хочу сказать, что если вы считаете, что это нужно, и вы можете как-то там аргументировать или поддержать нашу дискуссию, сообщайте, мы подумаем над этим вопросом. То есть можно попробовать. Там требуются доработки, там проектирование, но, в принципе, много готовых технологий. Пожалуйста, вопрос. Да, добрый день. Меня зовут Дмитрий. Я, получается, слежу за мобильной платформой, за развитием, как пользователь мобильного приложения Bitrix 24. И да, много всего уже за два с лишним года сделано, но все равно не нужно быть суперпрофессионалом, чтобы отличить нативное приложение от кроссплатформенного. На мобильной платформе там что-то подвисает, что-то влючит и так далее. Хотелось бы поинтересоваться, когда рассчитываете вот этот вот грань уменьшить настолько, чтобы не было заметно, что это кроссплатформенное приложение, а не нативное? Ну, я вопрос-то понял, но дело в том, что, скажем так, время приближения этой грани, так сказать, когда она будет практически стерта, зависит не совсем от нас. Я сейчас вот в докладе как раз-таки говорил о том, какие шаги предпринимают вендоры платформ. Когда они ускоряют все это, они дают новые инструменты таким разработчикам, как мы, которые разрабатывают на нативе. И дают больше, в общем, инструментов, какие-то… дают новые инструменты гибкие, чтобы мы могли сделать для вас платформу, чтобы она была максимально, не знаю, точно приближена именно к нативу. Я думаю, что, наверное, не знаю, в ближайшие года-два будет понятно. То есть вот так вот я могу сказать. Ну, не знаю, мне кажется, ты сильно забираешь. Вот если мы вспомним историю… Почему мы не забираем? Я думаю, что это быстрее может случиться. Можно. Орудование растет очень быстро. Вытеснение старых устройств растет быстро. Мы буквально вчера спорили. У меня там есть приложение Business Insider с американского новостного сайта. И мы пытались понять, оно вообще нативное или оно браузер. И в итоге пришли к выводу, что оно WebView, но совершенно косвенными признаками. На самом-то деле можно, ну, далеко ходить за примерами не нужно, просто сравнить две платформы Android и iOS. Насколько это плавно происходит в iOS, то есть во многих местах там очень сложно бывает отличить. И насколько это, скажем так, медленнее в Android и насколько все это явно видно. Ну, кстати, последние версии сильно переработали. Последние версии, конечно, стало лучше, но все равно там явно все это видно. То есть многое зависит от вендоров. Как я уже сказал, компания Microsoft вообще делает на этом акцент. Там вообще не видно никакой разницы. Их платформа, платформа Windows Phone 8, она на это именно направлена. У них практически прямо курс на HTML5. То есть это все зависит от вендоров. Можно, пожалуйста, чуть-чуть продолжить. Я имею в виду, что в любом случае, допустим, чат в битрикс24 по мобильному приложению и какой-нибудь там WhatsApp, да, ну, слишком, слишком очевидная разница. И было, ну, интересно, реально там за год взять и через год выпустить не менее удобно, чем WhatsApp, например. Ну, если мы найдем просто на основе тех средств, которые у нас есть, какое-то другое решение, возможно, которое будет, скажем так, менее тормознутое или более стабильное, как это можно назвать, то возможно, да. Но если мы его не найдем, то есть, соответственно, мы будем ждать каких-то улучшений со стороны все-таки вендоров операционных систем. Так что ситуация такова. Спасибо. Вопрос еще, пожалуйста. Никита, у меня вопрос такой. По шаблонам, которые там планируются к мобильному приложению, вы упомянули. Шаблоны в конструкторах, да? Да, вы сказали, они будут по направлениям как-то разбиты. Можно более подробнее? Просто, ну, у меня вопрос от регионов, где очень трудно бывает клиенту решиться на дорогое мобильное приложение, да, для него. Когда он не знает, стартанет оно у него или нет. В этом плане, когда есть интернет-магазин, у него есть много готовых решений в маркетплейсе, например. И человек, смотря на это, говорит, я могу сейчас немножко сэкономить, но у меня уже как бы сайт будет, он будет работать, уже потом я в режиме поддержки его доработаю. Вот может быть здесь тоже какой-то такой механизм будет, который позволит начать уже в конкретном направлении, например, там той же самой доставки еды там какой-нибудь. Ну, в принципе, вы правильно поняли. Дело в том, что когда мы собираем мобильные приложения у нас в отделе, мы четко видим, что если это какой-то магазин, этот магазин сделан на стандартном единственном шаблоне от нас, этот магазин красный, он меняется, у него там цвета и что-то в этом роде. И это просто невольно наталкивает на мысль, что если люди хотят делать какие-то другие приложения, почему бы не дать в каком-то похожем виде шаблон и, возможно, действительно их подтолкнет на покупку именно нашей платформы. Ну и в принципе, в принципе, идея именно такая, сделать как вот шаблоны сайтов, сайт сообщества, сайт еще что-то, можно было сделать бы, ну, по крайней мере в идеях есть именно вот такая концепция, вот именно такие шаблоны. Смотрю, вопросов больше нету. Есть? Нет. Жень, спасибо большое. И спасибо большое за… А, есть в онлайне? Ну давайте парочку вопросов из онлайна. Давайте. Еще не, спасибо, у меня еще один. А, у тебя еще один доклад? Сейчас давайте два вопроса и поедем. Будет ли конструктор приложений на других языках, испанский язык? На испанском? Будет. Нет. Почему? Почему будет? А потому что у нас есть же испанский язык. В Bidrix24. А, не конструктор. Да. У нас же есть локализация испанская. Чего? Буса. Нет. Нет, значит не будет. Так, здесь определились. Окей. Как обстоят дела с обновлением приложения разработчика под новую платформу? Невозможно было… А новая платформа там не указана, да? Ну, в любом случае мы сейчас обновили то, что я говорил, все эти фундаментальные изменения, которые мы сделали. И они буквально, наверное, опять же в течение двух недель, если нас там App Store не задержит там и что-то такое, мы, в принципе, все это выкатим и наконец-то все увидят в последней версии. И там будут все, что я сейчас описал, все это будет доступно. На Android, ну, в принципе, как только мы все затестируем, все будет доступно в тот же день. То есть даже на Android даже быстрее, я думаю. Спасибо. Спасибо.